Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Стремление нашего народа жить в своем доме и быть самостоятельными – тот стержень, который дает силу и укрепляет дух нации. Защищать свою землю в традициях белорусов. День независимости и день освобождения празднует Беларусь. За страну и ее народ, за мир и спокойствие, в память о защитниках и освободителях. Сегодня во всех храмах страны прошла Всебелорусская молитва за Беларусь с участием представителей основных конфессий. Их называют лидерами, новаторами, идейными вдохновителями и покорителями самых высоких вершин – золотым фондом Брещины. В областном центре прошла церемония награждения лауреатов звания «Человек года Брещины» и победителей соревнования за достижение в 2020 году высоких результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. Сегодня, 3 июля, Беларусь отмечает главный государственный праздник – День независимости. Он приурочен к важной исторической дате – 77-летию освобождения столицы, города Минска, от немецко-фашистских захватчиков. День независимости и день освобождения – единение этих событий символизирует многовековой путь республики и наполняет особой гордостью сердца. Великий подвиг народа отождествляется суверенитетом государства, а его основа создана и укрепляется усилиями многих поколений. В этом празднике сочетаются поистине святые понятия – освобождение, победа и независимость. Идея национального государства проходит красной нитью через все поколения. Стремление нашего народа жить в своем доме и быть самостоятельными – тот стержень, который дает силу и укрепляет дух нации. И защищать свою землю в традициях белорусов. Величайшие испытания пережили наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны, которая принесла с собой разрушение. Миллионы обрекла на смерть, но не на забвение. Слова благодарности тем, кто отстоял мир и в строю в настоящее время, а также минута молчания в память павших, объединили сегодня брещан. Памятник освобождения Бреста, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герои» и «Вечный огонь» по праву считаются народными святынями, которые свидетельствуют о величии подвига, напоминают нам о ценности человеческой жизни. Именно здесь начались торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости Республики Беларусь. 3 июля миллионы цветов легли к мемориалам, памятникам, братским могилам воинов-освободителей по всей стране, как символ того, что никто из тех, кто внес свой вклад в защиту нашей страны, не был и совершенно точно никогда не будет забыт. Праздничное утро в нашем городе началось с торжественного возложения цветов на площади Свободы, где установлен памятник освобождения в честь 47 воинских частей и соединений, освобождавших Брест от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года. Сейчас отдать дань прошлому мы можем только успешным настоящим и многообещающим будущим. Главный государственный праздник страны, город Брест, встречает устойчивым ростом по всем направлениям экономического развития. Как бы кому-то это не казалось парадоксальным. Мы плюсуем промышленности в экспорте и четко отдавая отчет тем вызовам, которые есть сейчас вокруг нас, понимаем, что в этот день мы должны думать и о дальнейшем развитии нашего города во имя тех солдат, тех бойцов, которые освободили Республику Беларусь. Им было гораздо сложнее, чем нам. Вот почему мы этот праздник в городе чтим по-особому. Мы четко понимаем, что Брест является во многом передовым городом, но этот статус надо поддерживать, где-то перекруппировываясь, где-то мобилизовываясь. И я не сомневаюсь, что брещане выполнят все задачи по развитию города на текущий год. В этот день звучит много теплых слов в адрес наших седовласых героев, ветеранов. К сожалению, ряды их отважного полка редеют с каждым годом быстрее и повлиять на это уже никак нельзя. Все, что мы можем сейчас, это оказывать им всяческую поддержку и без устали благодарить за их мужество, за их поступки, за их героическую молодость, оставшуюся в 44-м году. В нашей стране подвиг людей, подвиг ветеранов, которые освободили нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, помнят всегда и будут помнить постоянно. Это дорогого стоит, потому что пока живет память в наших сердцах, пока мы помним подвиг наших предков, мы будем сохранять и беречь тот мир, который сегодня настолько хрупок, настолько он непредсказуем. И все, что происходит сегодня вокруг нашей страны, все, что происходит далеко за ее пределами, мы должны делать правильные выводы. А всенародная память в душе каждого белоруса, она живет всегда. Хотелось бы, конечно, чтобы память о ветеранах, которые помогли создать наше государство, и благодаря им мы сейчас такие, как мы есть. Хотелось бы, чтобы эта память не уходила, и чтобы мы и дальше могли сохранить свое государство, чтобы мы были суверенные, независимые и жили счастливо и едино в нашей стране. Продолжился памятный праздничный день на площади церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой», где состоялось торжественное возложение венков у вечного огня. В церемонии приняли участие представители администрации нашего города и области, представители ветеранских и общественных организаций, трудовых коллективов, представители консульств, духовенства. А самое главное, сегодня здесь они, наши герои, ветераны Великой Отечественной войны. Война не ожесточила их сердца. Все, что они хотят, это отсутствие войны и, конечно, мирной и счастливой жизни для их наследников, молодого поколения белорусов. Для молодежи, которые сейчас учатся, желаю крепкого здоровья и отличных успехов в учебе, чтобы они после окончания школы могли поступить в высшее учебное заведение, получить там специальность хорошую и трудиться на благо семьи и своей родины. Все 900 дней блокады Ленинграда я прожил в этом городе, никуда не уезжая и не укриваясь. Я хочу сказать, пережив все ужасы войны, я хочу сказать, дорогие молодые люди, вступающие в жизнь, делайте все, чтобы не было войны. Самое тяжелое, самое страшное – это пережить войну. Особенно в нее страдают молодые люди, страдают дети. Сегодня мы, потомки, гордимся и вспоминаем героев, которых уже нет с нами. Помнить, не забывать – вот главное. А память невозможна без знаний, поэтому передавать правдивые знания о самой страшной войне 20 века – «Сейчас наша святая обязанность». Мы должны стремиться к тому, чтобы наша страна развивалась, чтобы наши люди ценили себя, ценили свое государство, ценили государственные символы. Конечно, в этой жизни есть много вопросов, которые нужно решать. Нет ни одной страны, где нет никаких проблем и все хорошо. Но тот, кто любит свою страну, любит свою родину, он, наверное, вместе с ней будет решать все проблемы, которые существуют. Поэтому в этот день, я думаю, все наши настоящие граждане нашей страны ощущают гордость и желают всем нам и своей стране только процветания и независимости. Брестская крепость – это святое место, скажем так. Для молодежи бывать здесь тоже очень важно. Причем в такой великий праздник, как День независимости, я думаю, здесь воины, защитники Брестской крепости, они начали ковать нашу победу, скажем так, своим подвигом, своим героизмом. Когда их всегда ставили в пример, и это очень важно для нас, для молодежи. Сейчас защитники Брестской крепости для нас являются таким ориентиром, потому что вот у нас есть такая акция, как их именами названы студотряды, и мы всегда стараемся присваивать лучшим студенческим отрядам имена героев-защитников Брестской крепости, потому что они были тоже молодые, такие же, как мы. Они были комсомольцы. И для нас эта традиция, эта красная нить, вот эта память, она очень важна. И мы обязаны просто сохранить. Потому что тот человек, который не помнит историю, у того нет будущего. Пройдут годы и десятилетия, а вечный огонь будет гореть. Гореть пока в наших сердцах жива память о тех, кто отстаивал нашу страну, каждый город, каждую деревушку. Будет гореть пока жива память о той цене, которую наши предки заплатили за нашу свободу. День независимости поистине общенациональный праздник, который объединяет белорусов, а также всех тех, кто живет в нашей стране и полюбил красоту ее природы, города и маленькие поселки, миролюбивых и радушных жителей. А потому 3 июля считают своим праздниками представители различных религиозных конфессий на территории нашей республики. Сегодня во многих приходах и общинах их представители приняли участие во Всебелорусской молитве. За страну и ее народ, за мир и спокойствие о защитниках и освободителях была вознесена молитва и в гарнизонном Свято-Николаевском храме. На каждом богослужении Православной Церкви есть молитва за Богохранимую страну, нашу власти и воинство ее. Однако сегодня в Свято-Николаевском гарнизонном соборе Бреста архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, священство, представители руководства города и области, военнослужащие, гости и жители города собрались, чтобы перенять участие во Всебелорусской молитве в день общенационального праздника. На праздный день независимости Республики Беларусь мы вспоминаем тех, что положил за эту независимость в своей жизни. Мы молимся сегодня об у них упокоении, но в вести с кем мы сейчас сотворим молитву о нашем народе, о нашем Отечестве, о единстве, единении нашего народа, чтобы мы духовно развивались, естественно, материально развивались, ну и, конечно, чтобы передали в самом лучшем состоянии все то, что мы имеем в будущем поколении. И их научили молиться, любить Отечество, созидать, идти по жизни четко, не сворачивая ни влево, ни в право. После вступительного слова все присутствующие присоединились к молитве Владыки Иоанна за мир и спокойствие в нашей стране, городе и области, за весь белорусский народ. Помянули в молитве героев, защитников и освободителей, павших на полях сражения. Мы, белорусы, хотим мира в Отечестве и наших душах. А всебелорусская молитва, которая в День независимости нашей республики прозвучала по всей стране, пусть станет доброй традицией, объединяющим началом, покровом и защитой для всех нас. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Мы продолжаем. Трудолюбие и профессионализм, стремление к лучшему и нескончаемый оптимизм. Такие качества присущи ярким личностям, за которыми пойдет любой коллектив. И таких целеустремленных инициативных людей, идейных вдохновителей, и покорителей самых высоких вершин, на Брещене немало. Ими гордятся, их ставят в пример, на них равняются они лучшие из лучших. Церемония чествования людей, которые своими успехами достигли почетного звания «Человек года-2020» состоялась в областном центре. Не остались без искренних слов благодарности и наград победителей конкурсов за достижения в 2020 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. Подробнее о людях и организациях, чьи фотографии сегодня украшают доску почета, расскажет Ирина Левчук. Человек трудом славится. Какое емкое выражение и какое правильное. Ведь только благодаря трудолюбию и профессионализму людей, таких разных и не похожих на первый взгляд, но объединенных одним, стремлением стать лучшими в своем деле, достигаются вершины мастерства. Врачи проводят операции, возвращающие людей к жизни. Строители возводят объекты небывалой красоты. Связисты внедряют новые современные технологии, представители науки открывают неизведанное ранее. Учителя воспитывают достойных молодых людей, знания которых удивляют. Своим трудом каждый из них делает нашу жизнь лучше и качественнее. Хотелось бы сегодня сказать тем людям, которые куют экономику нашей страны. Огромное вам спасибо, мужики, женщины, за то, что вы сегодня своим трудом, своим подходом в трудную достаточно для страны время добиваетесь лучших результатов. Не только сегодня в области, но и, конечно, в стране. Наши сегодня предприятия гордо размещены на республиканской области почёта. Это районы, это отдельное предприятие, это отдельные люди сегодня в Брещене. Конечно, много можно сказать, насколько мы сегодня подотворно работаем. Пошёл период. Область действительно за пять лет достигла высочайших результатов в экономике, в сельском хозяйстве, совокупном развитии. Много вложено инвестиций, много построено, много делается и вперёд. Без творческих идей, эффективных подходов к поставленным задачам и без сплочённых коллективов всего этого было бы невозможно представить. Люди, для кого каждодневный кропотливый труд уже давно стал образом жизни, собрались на торжественную церемонию награждения в Брестском академическом театре драмы. Именно их, заслуженных людей области, тех, кто внёс весомый вклад в развитие региона, в преддверии государственного праздника, Дня независимости Республики Беларусь, чествовали и благодарили. «Именно вашим трудом, именно вашей экономикой, именно вашими трудовыми коллективами хуётся вот эта независимость. У нас есть замечательные заводы, замечательные люди, у нас есть развитая сегодня экономика в различных направлениях и благодаря этому мы имеем сегодня вместе с вами ту независимость, которая нам сегодня нужна. Огромное вам спасибо за труд, за идеи и за то будущее, которое у нас будет в дальнейшем». Из рук председателя Брестского облсполкома Юрия Шулейко свои заслуженные награды получили лучшие из лучших лауреаты почётного звания «Человек-года». Это люди разных профессий, но все они без исключения трудолюбивы и талантливы. В списке лидеров учитель истории Татьяна Денисеня, связист Дмитрий Демчук, работник топливно-энергетического комплекса Арсений Абрамук. Всего 15 человек были удостоены высокого звания «Человек-года». На сцену за заслуженными наградами выходили руководители предприятий, районов, частных компаний, труженики социальной сферы. Трудовые коллективы этих организаций достигли высоких показателей в 2020 году. Выполняли и сегодня выполняют доверенный им фронт работ с самым высоким качеством. Среди организаций связи заслуженную награду получили специалисты Брестского филиала Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта». Приятно то, что работа нашего предприятия связана с обслуживанием населения. И все, что мы делаем, конечно, мы делаем для людей, для их удобства, для качества предоставления услуг. Это и сельское население, и сельский житель, который сегодня трудится, который сегодня уделяется также большое внимание. Это и наши объекты, которые мы приводим сегодня в соответствии требованиям времени, жизни и также населению. Ну и, конечно, это наши экономические показатели, это результаты нашего труда. Отдельной графой в списке награжденных идут победители соревнований за достижения в 2020 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития региона. Традиционно в числе лидеров представители промышленного комплекса «Брещины». Среди них открытое акционерное общество «Брестский ликероводочный завод «Белалка». Специалисты предприятия успешно применяют современные инженерные методики, в результате чего рост объемов в реализации продукции в 2020 году составил без малого 18%. «С любовью к людям» — это о коллективе открытого акционерного общества «Брестский мясокомбинат». Они победители конкурса за достижения в области качества и удостоены в этой номинации премии Брестского облсполкома. Заботливо сохраненные традиции производства, сплоченный, дружный и талантливый коллектив, постоянное совершенствование производственной базы, современные технологии и высокосортное сырье — вот главные компоненты успеха этих предприятий. «Спасибо за столь высокую оценку нашего труда. Конечно, приятно получать эти награды. А волнительно почему? Потому что приходится постоянно поддерживать это знак качества, эту планку, которую мы подняли. И она только подстегивает к тому, чтобы делать только лучше и достигать большего. Что нужно делать для того, чтобы получать награду? Нужно любить свое дело. И работать, и вкладывать душу в то, что ты производишь». «Когда спрашивают все время о формуле успеха и сказать это одним предложением, это практически невозможно. Но если об этом говорить, то, безусловно, это и обстановка, в которой мы работаем, окружение наше, это и упорный труд, и желание чего-то достичь, и, конечно же, удача. И в этих составляющих у каждого что-то преобладает. У нас, я считаю, упорный труд. Поэтому благодаря именно ему и остальному всему мы добились того, чего мы добились». Среди тех, кто достоин высокой награды и премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, Брестская областная клиническая больница. Это учреждение здравоохранения – одно из лучших в республике. Продолжители дела Гиппократа все те, чьи ежедневный труд – это борьба с человеческими недугами, они достойны звания победителя. Продуктивность проделанной ими работы очевидна для жителей нашего региона. Получать квалифицированную помощь в комфортных условиях – это то, что важно для людей. «За этим стоят не год, не два, а годы постоянной работы почти двухтысячного коллектива Брестской областной клинической больницы теперь. И это не только лечебная работа. Сегодня это и научная работа, и учебная работа. И та работа хозяйственникам, которую, в общем-то, никто не видит и не знает. Это все-все входит в качество оказания медицинской помощи нашим брещанам. И за этим всем следит огромный коллектив, почти двухтысячный коллектив Брестской областной клинической больницы. Поэтому, с моей точки зрения, ну, во-первых, заслуженное, говорю честно, потому что все стараются, все понимают, что в руках у нас жизни людей, их здоровье». Брестский регион всегда был на передовой, всегда в числе лидеров. И сложный 2020 год – еще одно тому подтверждение. О высоких результатах Брестской области и Красноречивее всего говорят цифры статистики. «В 2020 году приняло участие и победило в этом конкурсе 49 организаций, которые относятся к Брестскому региону. Для статистики всего принимало участие 176 организаций по Республике Беларусь. Если сравнивать с другими регионами, то в два-три раза Брестская область превышает по количеству организаций, участвующих в этом конкурсе. Это следит о том, что качество в Брестском регионе находится на первом месте. И мы оцениваем ту роль, которую уделяет руководство Брестской области, очень существенно и очень ответственно подходит к данным мероприятиям». Лучшие коллективы, предприятия и люди в этом году вошли в список тех, кто украсит областную доску почета. Их многолетний труд является достойным вкладом в процветание Брестского региона. А запечатленные лица и название – лишь малая толика того уважения, которое выражают брещане своим землякам. И нет никаких сомнений, что все награжденные – люди делом. Люди, преданные своей работе и родной земле. Торжество отличительного белорусского национального орнамента «День вышиванки» отметили 2 июля жителей всей нашей страны в преддверии Дня независимости. В Бресте Дню вышиванки было посвящено множество акций и мероприятий. А наиболее ярким и музыкально-танцевальным стал флешмоб, организованный активистами БРСМ на главной пешеходной улице города Советской. Вот у нас будет флешмоб под патриотические песни. Сегодня у нас будут наши волонтеры, а также вышиванка ходят. Сегодня мы будем красно-зеленые шары пускать в небо в честь именно Дня независимости, Дня вышиванки. Но помимо сегодняшнего дня у нас также проходят еще мероприятия селфи и фото с вышиванкой, где также у нас волонтеры принимают участие и сбрасывают в разных номинациях свои фотографии именно в национальных символах Республики Беларусь. Также у нас недавно проходила акция также приурочена к Дню вышиванки. Это подары Немаулясе вышиванку, где мы дарили первые, так скажем, бодии молодым мамам, которые только родили. День вышиванки был организован в рамках молодежного проекта «Беларусь. Крыница натхнения». Отмечается он уже не один год. Этот праздник призван популяризировать белорусские народные традиции, а также рассказать молодежи о богатой и самобытной культуре их предков. В этот день флешмоб на улице Советской объединил талантливую, одаренную молодежь города, участников творческих и фольклорных коллективов ради одной цели. Подарить немного радости всем прохожим и напомнить о символе белорусской культуры – вышиванке. Вышиванка – это символ, это символ нашей культуры, это символ нашего менталитета. И вот на таких мероприятиях наша молодежь, она показывает свои лучшие качества. Это любовь к своей родине, это любовь к своей культуре, это то, что нас объединяет, то, что помогает поддерживать лучшие традиции белорусского народа. И мы очень рады, что именно молодежь стала инициатором проведения Дня вышиванки. И собирается так много ребят, которые, вот вы знаете, участвуют в таком мероприятии, в них просыпается какой-то дополнительный интерес к своей истории, изучить свою историю, свою традицию, свою культуру. И очень важно проводить эти мероприятия регулярно, регулярно, привлекая как можно больше внимания к нашему прошлому, а значит, к настоящему и будущему. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Ребята из Белорусского Республиканского Союза молодежи ведут насыщенную и активную жизнь. Они являются инициаторами множества разноплановых проектов, участниками всевозможных конкурсов и мероприятий. Уже доброй традицией в этом сплоченном и деятельном коллективе стало проведение патриотических акций, приуроченных ко всем памятным и знаковым для нашей страны датам. К их числу, безусловно, относится и День независимости Республики Беларусь. К национальному празднику было задумано яркое и незабываемое мероприятие с соответствующим масштабом праздника – сплав на байдарках по реке Лесная. Удалось ли реализовать задуманное и какие впечатления остались у участников акции в сюжете Людмила Логодич. Солнечный и по-летнему жаркий день. У реки Лесная в деревне Тюхинище царит радостное оживление. Полные позитива и энергии юноши и девушки – флаги и 13 байдарок. Всё ближе и ближе долгожданный спуск на воду, а перед ним последние технические и организационные моменты. Ценный инструктаж по правилам безопасности. Ещё чуть-чуть и можно выдвигаться. Вдохновителем акции был наш Белорусский республиканский союз молодёжи. Акция и такой патриотический сплав посвящён, конечно же, независимости нашей любимой страны – это Республика Беларусь, которая будет 3 июля. Хочется сказать, что мы кинули клич, ребята откликнулись сразу же. То есть это у нас здесь присутствуют представители работающей молодёжи, студенческой молодёжи, актив города Бреста. Поэтому, конечно, при большой поддержке организация «Освод», потому что нам полностью обеспечивают безопасность нашего сплава. Сплав у нас посвящён не только Дню независимости, так как мы любим свою страну, мы хотим, чтобы наши любимые реки, в данном случае река Лесная, была чистая. Поэтому мы, когда будем организовывать сплав, если будем видеть какой-то пластик, бутылки, мы их будем собирать в пакеты и, так сказать, делать нашу страну и реку чище. Это реально хорошее времяпрепровождение, можно познакомиться с новыми людьми, хорошо провести время. И у нас благородная миссия – этот сплав мы посвящаем Дню независимости. «Раньше не спавлялся на байдарках, это для меня новый опыт, общение с друзьями, новые знакомства и хорошее настроение. Я уверен, что пройдёт всё очень круто, всем очень всё понравится, но мне точно». Наконец, долгожданный старт. Кто-то с первой минуты показывает мастерское владение вёслами. Есть и те, у кого всё проходит не так гладко, с учётом того, что опыта такого раньше не было. Зато не страшно, ведь обязательные атрибуты – спасательные жилеты на каждом. С собой также питьевая вода, бодрое и позитивное настроение. Река Лесная в это время очень красива, и цветные байдарки с флагами гармонично вписались в этот пейзаж. «Участники уже достаточно уверенно держатся на воде, погода отличная, а впереди ещё 10 километров речной глади». Экипажи, которые плыли один за другим, хорошо было видно издали. Поэтому акция, безусловно, не осталась незамеченной. Через три часа 26 участников сплава встречали на финише друзья и коллеги. Байдарочники вернулись с отличным настроением и множеством впечатлений. Но кроме бодрости и позитива, они привезли с собой богатый улов. Увы, не рыбный, а из мусора и бутылок. «Устроение вообще великолепно. На самом деле, вот этих вот три часа, которые мы плыли, дало такой заряд энергии, как бы так дальше работать и быть с молодёжью. На самом деле, все молодые люди, которые поучаствовали, крутые ребята. Мы провели акцию «Чистый водоём». Видите, немножко мусор насобирали, скажем так, лесная, не грязная река. Но бутылки всё равно присутствуют, поэтому хочется обратиться к отдыхающим, к рыбакам, чтобы всё-таки за собой выбирали, потому что хочется вплыть в живописных местах. Реально, река открылась по-новому. Она живописная, замечательная, с отличными, крутыми поворотами. Ну, отличные эмоции, просто круто, просто здорово. Масса эмоций, очень сильно всё понравилось. Единственное, сложное гребсти, особенно для девушки, которая, ну, не умеет, не знает как. Но хорошо, напарник. Было очень классно, препятствия были, были очень сложные моменты, но мы всё справились. На этом день не завершился, ведь все присутствующие изрядно проголодались. А потому отличным завершением акции стал пикник на природе. Это был заключительный материал программы «Итоги недели». Сотрудники телекомпании БУК-ТВ поздравляют вас, уважаемые брещане, с Днём Независимости Беларуси. Пусть этот праздник придаст всем нам силы и творческих достижений во имя процветания нашей свободолюбивой Родины. Не имеет значения, где мы родились. В Минске или Бресте, в Молодечно или Ольшанах, Гродно или Пружанах. Не имеет значения, сколько нам лет и на каком языке мы говорим. Лишь одно важно – наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. Пусть этот праздник придаст всем нам силы творческих достижений во имя процветания нашего свободолюбивого Отечества. Пусть любовь к родной земле не угасает в сердце вовек. С праздником вас! Мы встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Виталий Матюшин, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя и будьте здоровы.